сидеть пока что все вроде бы работает если что я вышел на связь и что ты не это т 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все отлично, хорошо, тогда выйду через полчаса Всем привет! Кто на связи, дайте знать Напишите, пожалуйста, в чате плюсик, если вы видите, слышите И подключились, нет никаких технических проблем Идет маленькая задержка, так что вы не переживайте Все, что вы напишите, я потом постараюсь прочитать Идет где-то 30-секундная задержка, так что возможно я буду ждать вас Пока вы ответите, чтобы с вами работать Напишите, пожалуйста, в чате плюсик, если со звуком все хорошо То единица Если вы видите меня хорошо, то двоечку Пока я не вижу активность в чате Подождем еще немного И приступим Так Видимо, какая-то проблема Я не вижу активности Не вижу плюсиков Субтитры сделал DimaTorzok Так, окей, хорошо, давайте приступим В процессе мы уже с вами наладим связь Мне просто интересно, как слышно меня Вот, все-таки есть связь Все, приступим О, отлично, отлично Так, давайте начнем Маленькое правило Мы проверили с вами звук, проверили с вами видео Все слышно хорошо В процессе я буду рассказывать вам материал Тема у нас сегодня Уверенные выступления Как снимать, как не бояться себя снимать на камеру И специально будут у нас блоки, где вы будете задавать вопросы Так, что будет полезная информация Где вам нужно будет послушать И 3% вообще населения это делает Возьмите, пожалуйста, ноутбук Либо тетрадку, либо блокнот И будете записывать Возьмите листочек Листочек, ручку И записывайте все, что я буду говорить Все, что вам кажется полезным И что у вас касается И что вам нужно Обязательно Давайте отличаться от всех И войдем в эту тройку процентов Самых успешных людей И будем записывать все, что нам нужно Чтобы потом не забыть Сегодня будет очень много материала И я надеюсь, что вы используете это по максимуму Итак, поехали Давайте немного поговорим о регламенте Сегодня, как будет проходить этот вебинар Вебинар Время общее будет час тридцать Если вы будете активны То, в принципе, возможно даже и чуть побольше Что вы научитесь в этом вебинаре Вы научитесь сегодня на выходе Снимать себя на камеру Узнаете определенную методику Если вы будете ее использовать То учатся уже не бояться делать этого Получите мотивацию выступлению Без этого никак Возможно, даже сегодня у вас получится Какие-то сдвиги, какие-то первые шаги Будем делать сегодня упражнения И, возможно, сегодня будет предложение специально для вас Итак, идем дальше Давайте мы с вами приступим Так, все вы разобрались, да? Давайте еще раз пройдемся по связи Все разобрались Поставьте, пожалуйста, кто в чате, кто слышит меня Плюсики Просто плюс И я пойму, что Все, что мне показано 11 участников Все на месте Все понял Все понял Мне тут пишут, что некоторые Смотрят с одного девайса То есть несколько человек Окей Идем дальше Вижу, плюсики пошли Так, давайте для начала Прежде чем мне начать рассказывать Про этот курс Про эту тему Давайте с вами немного познакомимся Что вы хотите получить от этого мастер-класса? Напишите, пожалуйста, подробно Чтобы я понимал Возможно, даже с вами проработал На определенном конкретном примере Мне будет легче работать Если вы дадите мне обратную связь И получите ответы прямо на ваши вопросы Чтобы я не говорил общие темы Пишите, пожалуйста, что вы хотите получить от мастера-класса? Чего вы боитесь? Какие у вас есть страхи? Пишите, пожалуйста Есть у нас время После этого Напишите, пожалуйста, с какого вы города Это очень важно Какая у нас сегодня география Чтобы мы знали, кто нас сегодня смотрит С каких точек земли Потому что бывало, что На таких мастер-классах Бывают разные города Сиднея, Нью-Йорк Подключается иногда Это очень круто Да, пишите, пожалуйста Что вы хотите получить от мастер-класса? Вы хотите не бояться выступать на сцене? Либо вы хотите снимать влоги? Либо вы хотите быть журналистом? Который снимает Делает репортажи у себя на канале Либо работает на каком-то канале И очень сильно стесняется Боится камер Как заинтересовать аудиторию С самого начала своего спича Еще? Еще вопросы? Да, какие у вас страхи есть? Чего вы боитесь? Вы боитесь вообще о том Что как только вы думаете об этом У вас начинает дрожать колени Потеть ладони Но до выступления еще, допустим, недели Вы только просто подумали У вас уже появляется страх Либо вы, когда выступаете У вас появляется страх Либо у вас за сценой Когда буквально 5 минут остается До вашего выступления У вас возникает этот страх Вы не знаете, как побороть это Казахстан Отлично На связи Казахстан Как заставить собеседника Ответить на ваш вопрос От которого он хочет уйти Немного не по теме Ну да ладно Еще? Сколько вам лет? Давайте тоже Чтобы я понимал На каком языке разговаривать Если вы, например, очень молодое поколение То будем разговаривать с вами На языке ТикТока Инстаграма Если вы немного постарше То уже другую методику Использовать будем Пробовали вообще сниматься на камеру Напишите свой опыт Сколько лет Если вы давно снимаетесь Или ведете Такую медийную деятельность Сколько лет вашему опыту Либо вы только начинаете Либо вы хотите Напишите, напишите, пожалуйста Тоже их нет Интересно Отлично Есть у нас Пока Александр нам ответил 30 Окей, хорошо Вы пока пишите в чате Я обязательно все это прочитаю Давайте приступим И начнем Начнем Для начала Прежде чем заговорить Как нужно выступать На сцене Как нужно себя снимать Не бояться На камеру Давайте с вами поговорим О том О чем вы мечтаете Какая ваша цель Потому что Все, что мы делаем Должно привести Какой-то наш Какой-то цели То есть Это очень важный момент И нам нужно понять О чем вы мечтаете Какая цель Для чего вам это нужно Потому что Без определенной Конкретики У нас не будет Продвижения У нас не будет Мотивации То есть Вы не будете Каждое утро Просыпаться И думать об этом Давайте подумаем Для чего это нам Вообще нужно Возможно Сейчас мы поговорим Об этом с вами Я вам дам Несколько Такой развернутый Вариант Для чего я это делаю Возможно Мы будем пересекаться С вами Для чего вы вообще Хотите приобрести Этот навык Это же навык Не бояться выступать Снимать себя Вести влоги Сейчас это Цифровой век Если вы Не уйдете В социальные сети Вообще Не уйдете в интернет То мне кажется Вы очень сильно Отстанете И чтобы уйти туда Нужно Не бояться Выступать В первую очередь На камеру Чтобы выработать Свой Имидж Вот тут есть список Вы можете Прочитать И возможно Что-то Что-то для вас Близко Вы хотите Выступая Либо После того Как вы хотите Ну после того Как вы Станете медийным Вы хотите Поменять свой Круг общения Либо Вы хотите Чтобы у вас Было больше друзей Вы хотите Чтобы просто На вас Обращали внимание На работе На учебе Либо просто Вас замечали Что вы В этом мире Есть Сейчас Очень крутая Есть возможность У нас Мы находимся Мы находимся В разных точках Мира И Независимо от того Где мы с вами Сейчас находимся Мы можем Передавать друг другу Информацию Это крутой век На самом деле Мы живем с вами И надо этим Воспользоваться Уметь И не стесняться Вы очень сильно В кино В сериалах Вести свой личный Влог Быть блогером Сейчас это Очень сильно Популярно Кстати я сейчас тоже Чтобы не отставать Занимаемся этим Снимать крутые Репортажи И регулярно Как бывает Мы готовимся Готовимся Постоянно Об этом думаем И собираемся И в год Делаем один Хороший репортаж И потом Опять собираемся Потому что у нас Идет спад Эмоциональный Мы слышим Критику Отзывы И мы не можем С этим справиться И потом В процессе Проходит Время Мы забываем Это И обратно Говорим У меня же есть навык Давайте снимать Обратно И проходит Еще один год То есть Очень редко Снимаете Презентация Продуктов Перед заказчиком Проведение Подкастов Окей Очень круто Возможно Вам нужно Вот это Выступление Уверенное Для того Чтобы Расширить Свой кругозор Путешествовать Делиться Своим опытом Возможно Вы хотите Больше времени Уделять себе Это возможно Ну то есть Выступление Позволяет вам Наладить Знаете Несколько Сфер Сферу бизнеса Сферу Медийности И это позволяет Больше уделять Времени на себя То есть Не работать С утра С утра До вечера Заниматься Тем Что тебе Нравится Либо Вы Хотите Посещать Дорогие Тренинги И повышать Идти дальше По карьерной Лестнице Хотите Также Посетить Очень много Стран Познакомиться Очень много Иметь Знакомства Знаете Уверенное Выступление Вам позволяет Расширить Свой круг Не только У себя Но смотря Какой у вас Объем В голове Что вы хотите С этого Тоже Начинать Надо Допустим На моем Примере Я сейчас Покажу Свои примеры Что позволило Мне Какие рамки Расширить Мне 12 стран Уже 13 Стран Позволило Посетить Именно по Профессиональной Деятельности Выступления Более 100 городов И у меня Знакомство В каждом Городе По несколько Тысяч Это очень Круто Помогает Когда ты Едешь В город Не зная Его Заранее Созваниваешь С людьми И они Тебе Помогают Это Очень Крутой Экспириенс Я считаю Дальше Может быть Вы просто Мечтаете О таких Вещах О приземленных Хотите Крутую Машину Поменять Сферу Деятельности Хотите Быть Актером Хотите Быть Медимым Человеком Либо Просто Хотите Себе Крутой Дом И вы Знаете Что Этот Путь Приведет Вас К этому Запишите Пожалуйста Себе Все Что Вы Сейчас Написали Здесь В чате Какая Ваша Основная Цель Для Чего Вы Смотрите Этот Мастер Класс Запишите Его Себе В тетрад Чтобы Держать Фокус Самое Главное Нам Сейчас Держать Фокус Не Распыляться И Возможно В процессе Как это Произошло У меня Вам Позвонит Продюсер Первого Канала И предложит Сняться В каком Нибудь Проекте На Первом Канале Ну Это Раньше Сколько Десять Лет Тому Назад Это Было Очень Круто Сейчас Я не знаю Что Считается Круто Раньше Чтобы Продюсер Первого Канала Позвонил Тебе И позвал На Какой-то Проект На Первый Канал Это Для Меня Считалось Круто Давайте Так С вами Сразу Поговорим Если Вы Сегодня Попробуйте Сделать Все Что Я Постараюсь Вам Сказать Если Вы Это Внедрите Что Изменится Вокруг Вас Изменится Круг Общения Начнут Вас Возвращение 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 С другими Звездами Появятся Последователи Ученики Ну Если Вы Не Попробуйте Сегодня Сделать Я Сегодня Вам Расскажу Пошагово Что Нужно Сделать Именно Сегодня Конкретно Сегодняшний Мастер Класс Если Вы Скажете Да Нет Не Буду Делать Таких Мастер Классов Очень Много И Ничего Это Не Приведет То Ничего Не Поменяется Ничего Страшного Вы Будете Дальше Вы Не Узнаете Но Вас Не Узнают И Возможно Вы Потеряете Сегодня Время Давайте Я Немного О себе Расскажу Чтобы Вы Понимали Почему Я Сегодня Спикер Этой Темы Все Я Начинаю С Это Со Школы В Школу Я Был Очень Стеснительным Мальчиком Это Наш Класс Третий Класс Начальный Класс Я Сзади Отличненько Стою И У меня Ноги Скрестились Потому Что Я Боюсь Выйти Подойти К микрофону И рассказать Стих Который Учили Неделя И Я Удивляюсь Как Же У Отличника Это Получается Как Же Так Легко Получается Я Всегда Удивлялся То Есть Некоторые Люди Которые Рождаются С Такой Уверенности Они Могут Выступать Генетическими Передан Какой Код Выходит И Не боятся Не Выступать У меня Не было Этого Кода Дальше В универе Был обычным Студентом Учился Не Отличался Ну Старался Отличаться Кстати Там Уже В школе В конце Одиннадцатого Класса Я пошел На КВН И В универе Я понял Что Как бы За тобой Не как В школе За тобой Приглядывают Смотрят Ты Немного Стал Свободен И Я Мог Уже Выбирать Для себя Кстати Я В школе Мог Выбирать Оказывается Потом Я понял В универе Я стал Более Свободный И Начал Заниматься КВН И Начал Уходить Туда С головой В творчество Но Я не Понимал Зачем Мне Это Я Понимал Заранее Что КВН Меня Ни К чему Не Приведет Я Не Заработаю Больших Денег КВН И Многие Так Думают Что Делать В творчестве Я Тоже Этого Не Понимал И Работала Потому Что Деньги Нужно Было Зарабатывать Работал Официантом И Грузчиком Но Продолжал Придем Продолжал Эту Деятельность И Первые Мои Успехи Были Когда Я Играл КВН Декан Меня попросил Замдекан Провести День Рождения За Еду То есть Это Первые Мои Достижения Были У меня Это Большая Радость То есть То Что Я Вкладывал То Что Я Изучал Выступал На сцене Пригодилось То есть Я выступал И уже Мог заработать Себе Еду Для меня Это Было Круто Потом Я Просто Был МС В клубе Я Зарабатывал В неделю 15 Долларов Это Для Студентов Было Очень Круто То есть Ты Уже Мог На Провели Мы Выпускной Кстати Выпускной Было Три Человека Представляете То есть Насколько Нам Было Страшно И У нас Было Три Зачем Вы Скажете Три Три Ведущих Было Так Было У нас Окружение Такое И Мы Друг Друга Поддерживаем Было Три Ведущих Мы Провели Выпускной Очень Хорошо До сих Пор Общаемся С этими Выпускниками Потом Были Первые Съемки Первые Выезды Первый Раз Я Выехал 20 Лет За Границу Это Благодаря Именно Творчеству Вот Я Считаю Что Это Упоздновато Но У Кого Бывает Еще И Позже Вот А потом Первый Канал Кв Большая Разница В Проектах Я Участвовал И Также Познакомиться С Семь Шоу Бизнесом Который Находился За Кулисой Посередине Здесь Картинка Где Мартири Асян Где Мы Сидим За Столиком Курим Кальян И Рассказываем Другую Интересную Историю То есть Это Возможно То есть Это Вы Можете Делая Своё Любимое Дело Знакомиться С тем Звездами Которые Вы Считаете Кто Для Вас Есть Так Если У Вас Есть Какие То Вопросы Давайте Сейчас Делаем Маленький Блок Вопросов Давайте Высненько По Вопросам Если Нет Вопросов Мы Идем Дальше Пишите Пока Вопросы Если Есть Вопросы Да Если Нет Идем Дальше Так Нет вопросов Окей Идем дальше Вот у всех У нас Есть Какой-то Ступор Определенный У каждого Разного Уровня Давайте Поговорим О страхах И разберем Тот самый Страх Который Нас Держит Откуда Он Вообще Появляется Что Это Так Как С ним Бороться Нужно Легче С ним Бороться Нужно Запомнить Что Перед Выступлением У каждого Человека У каждого Взрослого Человека Статистика Показывает Что 54% Взрослых Людей Боятся Выступать Но Вот Тот Самый Как Мы Простым Заком Говорим Мандраж Перед Сценой Бывает У всех Как Говорил Великий Александр Васильевич Масляков Что 99% Людей Кто Выходит На сцену За кулисами Есть Страх Есть Вот Это Волнение И Если Вы Не Волнуетесь Если Вы Не Переживаете Значит Вы Мертвый Человек То есть Не Может Быть Такого Что Вы Не Переживаете Это Нормально Понять Что Страх Это Нормально То есть Если Есть Волнение Ничего Страшного Вы Не Одни Есть Два Варианта Как Мы Встречаемся С этим Страхом Нам Его Внушает С детства То есть В детстве У нас Появляются Такие Мысли Что Нам Нельзя Так Делать Потому Что Не Понравится Родителям Что Родители Могут Нас Наругать Это Уже В Нас Вселили Страх Да Есть Второй Вариант Это ДНК То есть Наши Предки Когда Были Аборигенами Они Жили Общиной И Если Кто-то Будет Делать Что-то Необычное То Он Будет Для Общины Казаться Что Он С ума Сошел То Его Выгонят С общиной И Остаться Одному Тогда Было Очень Страшно То Тебя Могут Сесть Любой Тигр За Кустом Либо Другой Хищный Животное Может Сесть Из Этого Был Страх Выделяться Нельзя Было Раньше Делать Что-то Необычное Это Страх Остался У нас ДНК То Мы Рождены С Ним И Это Нормально Давайте Мы Начнем Теперь Немного О практике Поговорим Вот смотрите Что такое Страх И что Такое Откуда Он Как происходит Вообще Наглядно Что вы Примерно Понимали Вот Допустим Это Вы А вот Это Страх И Постоянно Страх Вас Догоняет А вы Убегаете От него Вы Оборачиваетесь Постоянно Он Вроде Приближается Что-то Такое Страшное Непонятно Вот Он Сейчас Вас Догонит И Что-то Произойдет Вот Вы Не Понимаете Что Вы Очень Сильно Боитесь И Вы Просто От него Начинаете Убегать Что Нужно Сделать Вам Нужно Просто Остановиться Вы Понимаете Что Завтра Выступление Вы Переживаете Волнуетесь Вы Не Можете Успокоить Свои Эмоции Вы Постоянно Убегаете Что Нужно Сделать Надо Остановиться И Что Будет Происходить Вот Вы Остановились И Страх Все Приближается Приближается Этот День Х Настает Что Происходит Дальше Он Уходит То есть Он Проходит Мимо И Через День Через Два Вы Понимаете Что Вы Живы Что Жить Можно Что Вы Сняли Это Виде Ничего Страшного Да Есть Определенные Загвозки Которые Нужно Исправить Да Нужно Поработать Над Дикцией Да Нужно Немного Побольше Света Немного Включить Мимику Немного Интонацию Правильную Держать Вопросы Правильные Задавать Это Работа Это Нормально И Вы Понимаете Что Оказывается Ничего Сложного Вот Так Что Остановитесь Подождите Этот Страх Пройдет Встретьте С ним Поздоровайтесь Скажите Да Я Ждал Тебя Я Знаю Ты Есть У Меня Ну Проходи Дальше Вот Поехали Теперь Давайте Поговорим Про Проработки Первое Что Вам Нужно Сделать Это Найти Ту Фразу Которую Вас Очень Сильно Внутри Согревает Это Аффирмации Те Самые Которые Мы Можем Стоять Перед Зеркалом Либо Просто За кулисами Либо Перед Выключенной Камерой И Говорить Ту Фразу Которую Вас Внутри Мотивирует Их Очень Много Вы Можете Выбрать Себе Любую Я Себе Нашел Фразу Которая Меня Мотивирует В тот Момент Когда У меня Настроение Либо Упадок Либо Кто-то Какой-то Плохой Отзыв Оставил И Я Очень Сильно Это Ранило Возможно Потому Что Это Родной Человек Либо Близкие Друзья Блогеры Которые Для Меня Ну Имеет Вес Что-то Сказали И Я Не Могу Переварить Это Внутренне Что Я Делаю Я Говорю Афирмацию Которая Меня Внутри Поднимает Я Говорю Я Себе Нравлюсь Я Себе Нравлюсь И Знаете Когда Я Начинаю Себе Нравиться Я Говорю Ну И Что Что Обо Мне Подумать То Мне Дает Это Какую То Силу Я Не Говорю Что Это Когда Вы Проговорите Эту Фразу Внутри Области Солнечного Сплетения Будет Тепло Если Вы Почувствуете Это Тепло Значит Это Ваша Фраза Запомните Зафиксируйте И Пока В ней Есть Энергия Используйте Ее В таких Моментах То Запишите Первое Это Нужно Говорить Афирмации Как Бы Это Банально Не Звучало Как Бы Все Говорят Да Я Сих пор Использую Афирмации Эти И Они Мне Очень Сильно Помогают На Начальной Стадии Они Прям Зажигают Дает Такой Пинок Двигаться Дальше После Того Как Вы Вышли С Такого Дисбаланса Нашли Какую-то Почву Ведь Нам Самое Главное Землю То Мы Знаете Мы Сейчас Плаваем И Наши Ноги Не Могут Коснуться Земли И Нам От Этого Страшно И Чтобы Не Было Страшно Нам Нужно Придумать Землю Это Афирмация На той Афирмации Которую Вы Будете Держаться Дальше Что Нам Нужно Сделать Это Визуализация Визуализация Вашего Выступления Есть Два Типа Визуализации Это Внутренняя И Внешняя Что Это Значит Внутренняя Афирмация Внутренняя Визуализация Это Все Что Вы Представляете Ваше Ощущение Внутри То есть Вы Выходите На сцену Допустим Вы Выходите На сцену Вы Начинаете Это Все Визуализировать Как Это Происходит Что Вы Видите Со Сцены Как Реагируют Люди На Вас Аплодируют Ли Они Вам Либо Они Смотрят На вас С удивлением Либо Смотрят Немного Наклонились Вперед Потому Что Им Интересно Ваш Продукт Или Ваше Предложение Смотрят Ли Они На вас Записывая Каждое Ваше Слово Что Вы Ощущаете Какое Ваше Дыхание Какая Стойка Что Делают При Этом Руки Какой У вас Подбородок Высокоподнятый Подбородок Как Вы Говорите Какая У вас Интонация Какое У вас Дыхание Успеваете Ли Вы Набирать Дыхание Какую Паузу Вы Держите Какие Фразы Вы 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 Делаете Вот Это Очень Важно Это Называется Внутренняя Визуализация Следующая Визуализация Это Внешняя Визуализация Что Происходит То есть Вокруг Вас Вы За кулисами Допустим Стоите И Вы Визуализируете Что Вам аплодирует Зал Что Когда Вы 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 Ваш Лекция Ваш Материал Ваш Продукт Сделал Нас Лучше Пожалуйста Давайте Нам Такие Больше Больше Полезности Это Надо Все Визуализировать Это Называется Внешняя Визуализация Программирование Мозга Вам нужно Вот Этим Самым Запрограммировать Свой Мозг И Самый Подходящий Момент Это Перед Сном То есть Визуализировать Афирмации Говорить Нужно Перед Сном Перед тем Как Вы Ложитесь Спать Для Чего Это Делается Для Того Чтоб Нам Обмануть Мозг Внедрить Подсознание Что Это Реальность То есть Наше Подсознание Должно Понять Что Это Реальность То есть Все Что Мы Думаем И Воображаем И Хотим Чтоб Это Так Было Наше Подсознание Должно Принять Как Реальность Для Чего Это Нужно Для Того Чтобы Когда Вы Будете Выступать Ваше Тело Вам Это Будет Вам Помогать В любом Случае Так Что Произошло Скажите Пожалуйста Сейчас Как Обстоят Дела С Видео У меня Слышно Так Немного Прерывалось Мы Продолжаем Дальше Так На чем Мы Остановились Так После Того Как Вы Запрограммировали Свой Мозг Перед Сном Вы Представили Идеальную Картину Как Должно Это Произойти Следующий Момент Вам Нужно Проработать Концовку То есть Вы должны Представить Себе Как Должно Закончиться В хорошем Сценарии Как Должно Закончиться Ваше Выступление Вы должны Продумать С каким Ощущением Должен Уйти Зритель Что Он Получит От Вашей Презентации От Вашего Видео Видео Призыва И в таком Духе От Вашего Видеоблога Подумайте О концовке На простом Примере Вы пришли Например В кино И Случайно Попали На конец Фильма Какой-то Примеры Вы посмотрели Концовку Вы поняли Как Заканчивается Фильм Всю Развязку Увидели Увидели С какими Эмоциями Уходит Зритель Вы Это Все Увидели Теперь Вы Знаете Концовку Следующим Сеансом Вы Идете На Этот Же Фильм То же Самое Здесь Вы Идете На Тот же Самый Фильм И Вы Уже Знаете Как Заканчивается Этот Фильм Вот Проработаете Концовку И Опять-таки Подсознание Вам Даст Сигналы Что Это Так Было Значит Так Будет Не Переживая Сейчас Мы Дойдем До Конца Дальше После Того Как Вы Все Это Сделайте Вам Нужно Будет Уже Подготовиться То есть Да Мы С вами Проработку Сделали Эти Этапы Если Вы Сделаете Они Вам Дадут Определенные Бонусы Вам Станет Легче Уже Делать Действия Но Чтобы Не быть Многословным Давайте Мы С вами Перейдем К практике И Сейчас Это Нужно Будет Сделать Все Кто Сейчас Смотрит И Видит Нас Кто Хочет В моменте Измениться Ну В моменте Что-то Попробовать Новое Да Давайте Мы Сейчас С вами Попробуем Это Сделать Есть Упражнение Зеркало Вы Хотите Снимать Себя На Камеру Многие Боятся Многие Боятся Снимать Себя На Камеру Но Если Вы Хотите Раскачать Свой Личный Бренд А Личный Бренд Только Чтобы Вас Видели Чтобы Вам Доверяли Нужно Снимать Себя Сейчас Такой Век Без Этого Никак Не Сбежать До Этого По Любому Нужно Снимать Себя Показывать Чтобы Вам Доверяли Чтобы Вас Слушали Чтобы У вас Была Своя Аудитория Для Этого Нужно Снимать На Камеру Давайте Начнем С Этого Упражнение Зеркало Если Вы Стесняетесь Боитесь Снимать Себя На Камеру Думать Что Вы Неважно Выглядите Что Прыщ Вылез Не Вовремя Что Сегодня Я Опухший Либо Под Глазами Есть Мешки Ничего Страшного Все Изъяны Вашего Лица Знаете Только Вы Больше Никто То же Самое С Сценарий С Которым Вы 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 Тут Пишите Что Делать Если Страх Сковал Во Время Выступления Знать Нужно Одно Что Когда Вы Вы Выступаете Тот Сценарий Который У вас Есть Знаете Только Вы Как Должно Пройти Идеально Никто Не Знает Если Вы Остановились Все Думают Значит Так Задумано Если Вы Что Начали С другого Момента Ничего Страшного Никто Об этом Не Знает Вы Должны Знать Это То есть Вы Можете Потом Вернуться К Этому И Продолжать Дальше Вы Должны Это Знать И Если У вас Будут Эти Знания То Вам Будет Легче Выступать И Вы Не Будете Когда Вы Зажиматься Думаете Что Все Поняли Что Я Потерялся Либо Забыл Слова Нет Я Много Волнуюсь Когда Мы Выступаем У Таких Серьезных Людей Да И Когда Мы Реально Волнуемся То Мы Говорим Мы Приехали К вам Мы Очень Сильно Волнуемся И Могли Вы Нас Поддержать То есть Мы Искренне По Человечески Говорим Не Надо Ничего Придумать Не Надо Себя Воображать Что Супер Пупер Сейчас Очень Много В Интернете Еще Очень Много В Интернете Видеоблогеров Вы Это Знаете И Обратите Внимание Что Вы Наверняка Смотрите Тех Видеоблогеров Кто Более Менее Искренне То есть Кто Вам Говорит Правду Кто Старается Вас Не Ну То есть Никто Не Хочет Быть Обманутым Согласитесь Если Человек Говорит Да Все Хорошо А На самом Деле Там Живет В Семной Квартии Ежили Еще Что Ее Показывает Крутую Жизнь То Это Неправда Согласитесь И Возможно Вы Это Не Узнаете Возможно Он Это Профессионально Сделает Но Когда Это Узнается Будет Очень Плохо И Ему И Вам Будет Неприятно Что Вас Все Это Время Обманут И Многие Люди Начинают Уже Чувствовать Это И Смотреть Тех Людей Кто Искренне Виде Что Уже Век Прошел Телевизора Где Ты Должен Говорить Что Все Хорошо Вот Я бы Если Сейчас Вел бы Это В Телевидении У 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 Своя В Инстаграме Своя Тебя Это Темп Нужно Почувствовать И Поймать И Чему Я Говорю Что Нужна Искренность Если Вы Выступали Что Что Вас Сковало И Вы Забыли Текст Допустим Вы Говорите Я Очень Сильно Волнуюсь Я Недавно Начал Вступать И Я От Волнения Забыл Текст Достаете Текст Смотрите Вам вам аплодировать так вот я надеюсь я вам ответил на этот вопрос и идем дальше упражнение зеркало вы смотрите на зеркало пока молча пока просто молча показывает смотрит на себя любуйтесь смотрите с разных сторон какой вы начинаете потихоньку 7 нравится начинаете начинаете улыбаться друг другу друг другу начинаете корчить рожи заигрывать с собой не стесняйтесь покривляйтесь немного это очень сильно поможет вам в дальнейшем чувствуя себя раскованно для чего эти упражнения нужны есть очень много упражнений помимо этих да в этом мастер-классе мы не успеем все рассказать для чего вообще они нужны для того чтобы повысить себе зону комфорта ну давайте так чтобы повысить планку чтобы потом понимать что оказывается можно выше то есть кривляясь вы понимаете что ваше лицо может но вот только да а когда вы будете снимать себя на камеру вы будете использовать вот столько вы будете подсознательно знать что я сейчас не кривляюсь сейчас я веду нормально когда я кривляюсь это вот вот здесь то есть этот момент вам даст свободно вести себя на камеру то есть если я буду себя на камеру вести вот так все то есть я же понимаю что сейчас разговаривали использую свою мимику я понимаю что я не кривляюсь и это нормальное мое поведение что я знаю как как я выгляжу когда я я кривляюсь да или когда придуряюсь это упражнение нужно вам сделать то есть вы стоите перед зеркалом минуту смотрите на себя минуту начинаете себе руб строить рожи заигрывайте с собой и начинайте расковаться дальше следующее что вам нужно будет сделать после того как вы сделали упражнение зеркало вам нужно будет снять пробное видео берете телефон включаете фронталочку сейчас у всех телефоны хорошие позволяет нам пиксели снимать себя хорошо чтобы можно было разглядеть себя и и пока только молчите то же самое переносим в телефон смотрим в телефон заигрываем собой ровно минуту себя снимаем ничего не говорим заигрываем кривляемся сохраняем это видео когда нам плохо смотрим на это видео и смеемся дальше следующее упражнение что нам нужно будет сделать помимо того что вам нужно снимать вы же понимаете что нужно еще и говорить а многие из нас многие из нас стесняются говорить потому что не нравится голос как он звучит потому что я вроде бы говорю а вот в записи он какой-то ужас хочется маленький секрет рассказать что на самом деле мы свой голос слышим через связки окружающий мир слышит наш реальный звук наш реальный голос то есть нам нужно привыкнуть своему голосу мы его слышим и много искаженным и нам нужно привыкнуть слышать себя так как окружающих на что он привык давно и так чтобы привыкнуть своему голосу и есть упражнение диктофон запишите свой голос какой-нибудь отрывок стихотворения прозу там не знаю что найдете зачитайте это в диктофон и прослушайте до тошноты до начале будет неприятно я знаю послушайте себя привыкните к этому когда пройдет процесс вы поймете что ну с этим жить можно что делать дальше есть еще одно упражнение если прям вы очень сильно стесняется и эти упражнения вам не помогли вы берете камеру берете камеру ставите и закрывайте глаза либо старайтесь что-то проговорить то есть вы прям стесняете себя посмотреть на себя как вы выглядите в камеру пока пока закройте глаза и проговорите текст которую вы хотите сказать закройте глаза и проговорить а потом просмотрите скажет ну вроде бы лицом ничего не произошло и мне стоит только открыть глаза ну если прям настолько вы можете одни глаз открытик на второй глаз попробуйте дальше давайте мы к вопросам теории мы с теорией сейчас потихоньку закончили теперь давайте вопрос есть у вас есть вопросы очень часто задавать задают вопросы выписался что нужно для того чтобы изменить после этого вебинара мастер-класса у меня не получится если у вас есть вы есть ли среди вас кто такого мнения напишите пожалуйста напишите свой вопрос давайте сделаем маленький блок вопросов задавайте свои вопросы постараюсь ответить так тут еще какие-то вопросы были в процессе построить личный бренд да вот это все и об этом вокруг да около но это все связующие то есть личный бренд только через то что вы будете постоянно выходить социальные сети постоянно показывать и то есть если вы не будете себя показывать вас и забудут соответственно нужно постоянство что у вас заметили вы должны быть постоянно на виду и постоянно вы должны снимать что-то что-то интересное что у вас есть мечтаете быть востребованным специалистом в вашей сфере это очень круто сейчас такая возможность есть можно вести блоги да можно вести влоги как хотите очень много возможности можете быть просто инста ну то есть если блог это немного сложнее это в ютубе то есть это расширенный формат есть пробная площадка это инстаграм то есть там минута максим где вы можете свою экспертность показать выбрать свой фрагмент где вы хотите быть специалистом и тестировать его я сейчас расскажу свои кейси как я стал блогером почему я пришел к этому тут еще был один вопрос как заинтриговать аудиторию с самого начала своего спича очень хороший вопрос с самого начала что вам нужно если вас на пустим вас представляет на сцене говорят вот такой-то такой-то обязательно перед тем как вы будете выступать подготовьте ведущего дайте ему регалии свои обязательно позаботьтесь чтобы он проговорил это уже какую-то часть о вас скажет то есть люди уже заочно с вами познакомиться до того как вы выйдете на сцену вот вы вышли на сцену вам дали слово вы должны обязательно поблагодарить начале ведущего это дает время людей сконцентрироваться потому что вот этот когда промежуток если люди немного начинает отрекаться либо происходит там начиная с друг другом советоваться чтобы привлечь внимание обязательно не начинайте говорить когда россии на внимание то есть нужно определенное внимание внимание привлечь нужно сказать фразу какую-то фразу которую вы заранее заготовить допустим фразой будет такая что мы я использую эту фразу но не конечно не в начале сам где-то нам уже немного уже начали наш мастер-класс потому что было мало людей но его вы говорите фразу что сейчас очень хорошие хорошее время что карты сейчас можете раскрыть вы представьте что 18 веке до 18 веке за 18 век за один век было меньше звезд чем сейчас за 15 лет когда он развился интернет вы понимаете да за весь период зовут за 18 век было меньше звезд чем сейчас что это что это говорит это говорит о том что у каждого сейчас есть возможность отличаться и быть уникальным эта фраза немного надеюсь вас заинтересовала заинтриговал вот с такой же фразой с каким-то спичем с каким-то с каким-то фактом если вы выйдете и скажете вот в вашей специальности то я думаю что многих вы заинтересуете точно с первой же минуты и люди начнут слушать кто это что за эксперт о чем он говорит вот но я вижу вопросов нету мы идем дальше если вы говорите что у вас не получится используя вот эту технику то обратите внимание сейчас я вам покажу несколько кейсов ребят учеников которые прошли именно мою школу и какие результаты есть первый например ученик это нургазы он так сегодня так его давайте сейчас идем я вам два всего ролика покажу быстренько чтобы это было ильгиз он сейчас очень знаменитый снимается в различных скетч комах различных юмористических программ но когда он проходил ко мне ему бы он был в девятом классе он был очень стеснительный попал он очень случайно привет меня зовут джумалиев нургазы являясь студентом днем я практикую юриспруденцию защищая права и интересы наших граждан в москве также я занимаюсь общественной деятельностью союзов кыргызстанской молодежи таштолку мне приходится ежедневно выступать перед публикой выступать в суде за доли секунды менять свою правовую позицию потому что от меня зависит судьба человека я прошел эту школу чтобы вы понимали на каком я уровне был я не мог связать двух слов признакомься с девушкой когда мне давали тосты среди родственников я очень стеснялся все те вещи которые я прошу прошел в данной школе я использую ежедневно каждый день желаю вам также творческих успехов эти барьеры когда вы пройдете эти барьеры вы будете только смеяться над собой потому что для меня сейчас выступить как не знаю пойти поесть спасибо спасибо большое так это вот ученик который еще в школе когда учился прошел так дальше следующим учеником хотел познакомить кстати этот ученик сейчас как сказать ученик человеку 30 лет и и он работает в этой же организации который предоставил этот мастер-класс организовал зовут ее бегаем работает в международной медиа организации институт по освещению войны и мира и работает в кабарке не очень много регалий не буду много говорить давайте просто видео отзыв посмотрим она боялась снимать stories то есть она вообще боялась а хотела быть мидими снимать свои влоги всем привет ребят у вас есть очень очень кривая возможность попасть в школу по публичным выступлениям самому крутому чуваку у нас в стране баха к самоли в чемпион высшей лиги открыл свою школу недавно из как раз сейчас таки идет набор на индивидуальное занятие лично с ним вы можете позаниматься с ним скайпе он научит вас как публично выступать как не бояться микрофона как вам разговаривать и хорошо и правильно лучше меня намного и самое главное что баха замечательный мотиватор и он вас мотивирует не только научиться публичных публичным выступлением но и смотивирует вас сделать это и не бояться и вы вообще сможете презентовать и выступать на публике лучше всех в этой стране записывайтесь все ссылки я оставлю здесь так что вы понимали на каком уровне была бегаем она хотела быть публичной в медийной и и мы с ней работали год назад если не ошибаюсь полтора года за после этого она открыла свой youtube канал и стала блогершей по своей тематике у нее своя тематика и вот она сейчас блогер и помимо этого она вообще не стесняется камеры сейчас это так рады так что используя такую технику у вас тоже это получится прям сегодня нужно будет сделать ну а задание чуть попозже вам обязательно нужен наставник наставник это тот человек который вам показывает короткий путь то есть он уже давно прошел это и вам не нужно самому идти там по дремучему лесу если вам говорят делать нужно делать отключите свой мозг получится не получится просто постарайтесь знаете мозг наш враг просто уберите нас сколько он нам насколько он нам мешает в некоторых моментов он нам очень сильно от развиваться да то получать новую информацию он нам мешает и чтобы вот продвинуться уберите слова я знаю я понял вот это уберите говорит поменяйте на слово я не знаю я не понимаю и тогда ваш мозг откроется и будет принимать новую информацию это мои наставники сделать себе тоже в определенной сфере у вас должен быть свой настав то есть сфере там юмора у меня был наставник гаустян пусть это даже виртуальный будет это ну то есть я с ним познакомиться познакомиться потом в процессе изначального не буду что меня мотивировал я делал как он какие-то фишки старался делать лучше него да и когда я раскачался и получилось так что мы с ним встретились познакомить актерская это джин керри мой наставник и потом в бизнесе это вот два человека которые живут в москве свой 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 тогда мощная армия бизнес молодость я прошел кстати их школу тоже ездил обучался то есть наставник обязательно вам нужен конечно вы можете сами это сделать ради бога но если вы хотите сэкономить себе время то вам нужно ставить ищите его так все давайте перейдем теперь к действиям возьмите пожалуйста телефон сейчас вот прямо сейчас не надо там откладывать это на потом мы же с вами пришли сюда развиваться что-то делать что-то новое будет обидно если вы час послушаете меня и скажете молодец я пошел дальше будет плохо давайте вы скажете молодец возьмете телефон возьмите телефон откройте откройте пожалуйста социальную сеть инстаграм прям сейчас откройте социальную сеть инстаграм и запишите видео прямо сейчас и отметьте меня чтобы я потом проверил посмотрел сделали вы это или нет если вы не знаете что сказать скажите я сейчас сижу в прямой в прямом эфире на мастер-класса на мастер-классе от бахтяра космолива уверенные выступления мне понравилось либо не понравилось и отметьте мою страничку я сейчас вам напишу как она пишется чтобы я проверил если вы не знаете что сказать можете любое другое что-то сказать но обязательно ответьте меня чтобы я понимал что вы не слили это задание вот вы говорите что вы хотите быть медийным вы хотите выступать на большую аудиторию что вы хотите и заинтересовать быть публичным быть замечены пожалуйста у вас есть уникальная возможность сейчас прямо сейчас не придумывая себе никакие таких знаете отговорок сделайте прямо сейчас давайте я дам на это две минуты ровно две минуты давайте я вам покажу это что вы можете Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не вижу вообще... Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете писать сюда. Пока есть время, давайте мы с вами обсудим. Продолжение следует... Пока никто мне еще ничего не прислал... Продолжение следует... Кто написал, кто выполнил это задание, напишите, пожалуйста, сюда, что вы выполнили. Возможно, может быть, сеть немного опаздывает, чтобы я понимал, есть ли обратная связь. Если вы реально хотите изменить ее, я про что и говорил, что сегодня будут определенные шаги, которые сегодня же вам позволят это сделать. Это есть первый шаг, Бегаим сделал этот шаг, я ей говорил два года назад, что нужно снять. Прям заставь себя, отключи мозг, убери «хочу-не хочу» либо «сейчас прическа не та». Вот вы видели, что это видео она сняла, но она просто проснулась и решила записать, потому что я ее давно просил, и она записала. Несмотря на это, вы, когда смотрите на нее, вы понимаете, что человек какой есть, то есть он уверен в себе и ничего не стесняется, не боится. Вам кажется, что он так делает всегда. На самом деле, эти сторисы самые первые. Так что, если вы сегодня не сделаете, у вас есть уникальная возможность, у нас сегодня с вами не так много людей, и мы можем друг другу помочь. Давайте прямо сегодня, прямо сейчас сделаем это, от этого мир не закроется, и все там не будет апокалипсиса, все будет дальше работать и без этого. Так, написали мне, что пришло, сейчас посмотрим. Возможно, опять-таки идет задержка, Instagram, возможно, обрабатывает это все, мне пока еще ничего не пришло. Надеюсь, со временем поверим вам на слово. Давайте так. Так, один человек есть, кто еще, кто смелый, кто хочет воплотить в реальность то, что вы сегодня сами написали. То есть я вас не заставлял, вы написали сами, что вы хотите поменять. Из вот таких маленьких действий ничего не произойдет, дальше не о чем разговаривать, мне кажется. Сейчас проверим. Давайте мы зайдем к вам и у вас проверим. А, я понял. Класс, наверное, из-за того, что закрытые профили я не могу увидеть. Откройте его на время. Откройте его на время, чтобы я глял. И еще, если вы, допустим, ну, наверное, у вас какая-то другая цель, но если у вас есть стать медийным, либо прокачать свой имидж через себя, то вы должны понимать, что закрываться от этого мира нельзя, а вас должны слышать. Либо создайте другой аккаунт именно для имиджа. Ну, я думаю, сейчас так много социальных сетей, что два инстаграма – это будет перебор. Откройте свой инстаграм. Ну, возможно, вы делаете это для семьи, для своих. Это можно. Но, опять-таки, мне кажется, что ничего, ну, то есть, нечего стесняться, бояться. Покажите себя, поверьте мне, никто вас не сглазит, вот эти вот смайлики там. Не надо делать. Покажите, какой вы есть, и тогда мир будет узнавать о вас все больше и больше. И вы будете понимать, как мир на вас реагирует. Спасибо. Так, окей, хорошо. Я надеюсь, что вы не сольете это упражнение и сделаете. Я жду ваше видео. Не будем долго ждать. Поехали дальше. У нас осталось немного. В принципе, немного осталось. И еще одно задание вам. И после того, после тех проработок, после того, как вы сделали все пошагово, проработали все в голове, то же самое сториз. Допустим, вы сейчас стесняетесь, боитесь, думаю, зачем мне это надо. Пройдите ту методику, которую я вам сказал, проработайте себя, поработайте над зеркалом, поработайте с диктофоном и попробуйте вернуться к этому вопросу еще раз, если у вас вообще не получается это сделать. Вам станет легче и в день записывайте по два сториза. Один утром, второй вечером. Если вы не знаете, что говорить, говорите, если вы в сфере информации, то какую-то информацию прочитали, поделитесь миром. Это будет даже очень полезно вашим подписчикам. То есть, о, прикольно, я этого не знал. То есть, это очень круто, если вы будете делиться полезной информацией. Утром встали, не знаете, что сказать, говорите. Всем привет, сегодня хорошая погода, сегодня будет плюс 19, одевайтесь теплее, ну, что-то в этом роде. Когда ложитесь спать, всем спокойной ночи, желаю, что все было круто. Все очень просто. Вот эти две фразы, говорите утром, вечером, утром, вечером, меняйте, находите какую-то новую информацию. Буквально 15 секунд, это не минуты, это не влог, который надо говорить 5 минут. С этого и начинается. Сделайте эти маленькие шаги, и потом уже можно разговаривать о дальнейшем. Я надеюсь, что никто не сглазит. Так, мы открыли? Нет, еще не открылось. Ну, да ладно. Помимо того, где вы можете себя проявить, где вы можете стать медийным, и через какие, это один из шагов, которые вы должны сделать и перейти. То есть сейчас я вам дал конкретный определенный инструмент, если вы его будете проходить, то это будет вам большой плюс. И помимо этой площадки, Инстаграм, есть еще очень много других площадок, я сейчас вам вкратце расскажу про них. Это различные кастинги, ходите, ну, то есть по вашей тематике, если вы хотите быть актером, то, конечно, это кастинги. Идите на эти кастинги, пробуйтесь, там, телеведущий, пробуйте, пытайтесь, слейте специально. Три кастинга. Вот прям специально слейте. Вот старайтесь максимально слить, максимально сделать не так, как вас просят. И тогда вы будете, когда вы над этой ситуацией, когда вы смеетесь над этим, да, то тогда вам легче, вы уже с другой стороны. То есть вы не играете в эту игру, вы уже с трибун смотрите на футбол, и вам более все видно, вы прекрасно понимаете, как вы бы могли поступить. То есть будьте над этой ситуацией. А чтобы быть над этой ситуацией, надо абстрагироваться, то есть играть по своим правилам. Специально слейте несколько кастингов. Выступление перед аудиторией, перед коллегами тоже очень сильно помогает. Каждую неделю, там у вас бывают собрания, перед этим собранием соберите какой-то материал интересный, пусть он будет интересный в тему, может быть не интересный в тему. Вы скажете, а хотите анекдот или какая-то интересная тема, а вы знаете, что у конкурентов какую-то информацию, старайтесь хотя бы по предложению говорить, вот когда вы собрались. Инстасторис я сказал, челленджи определенные, если вы не знаете, что говорить, пусть будет так, да, допустим, вы не знаете, что делать, вот у вас в голову не лезет, но вы хотите быть социальным. Есть специальное предложение для вас в ТикТок, там есть люди по определенному музыку, где-то определенные движения, ничего не придумывают. Ну, то есть есть, которые придумывают, а есть, которые не придумывают. Начните пока с этого, если вы не знаете, что делать. Сделайте то, что делают люди, включайте музыку и старайтесь повторить приблизительно. И вы в это вольетесь, вы уже начнете понимать, что сейчас интересно, что нет, и потом со временем вы уже поймете, что оказывается, вы можете говорить, говорить какие-то фразы, быть, ну, отличаться, добавлять свое. Выступление на корпоративах, там, если вам дают какое-то слово, либо там на свадьбе, да, тост, все такое, вы можете выходить, говорить, приготовьте заранее определенный шаблон, пусть это будет шаблон, будьте счастливы, здоровы, но обязательно скажите это. Прям заготовьте себе шаблонное выступление на все мероприятия и берите микрофон и проговаривайте это. Пусть будет похоже, но зато вы знаете, с какой вы миссией это делаете. Участие в конференциях, ну, в конференциях тоже самое, будьте первыми, старайтесь задавать вопрос, заготовьте несколько вопросов и думайте где-то вставить, поднимайте руку и задавайте этот вопрос. Уже можете не слушать ответ, главное сказать, главное вот этот момент перебороть, когда на вас обращать внимание. Ну и семейные праздники тоже очень такая тема, где все свои, ты знаешь, что тебя поддерживают, начните с этого, можете выступать, вы знаете, что по-любому не провалишься, если скажешь, пойдет нормально, ты супер ведущий. И в дальнейшем вы можете уже у друзей вести, у друзей, у которых есть знакомые, которых вы уже не знаете, и это будет вам плюсом, потому что вас вроде бы друзья поддерживают, а других вы не знаете, но вы можете уже выступать, потому что есть друзья, понимаете, да? То есть постепенно, постепенно, если вы прям очень сильно боитесь, начните с этих моментов. И запомните этот момент, вы находитесь на начале пути к реальным изменениям. Если вы реально сегодня не сольете это задание, сделаете, то поверьте, через неделю выполнение этих заданий простых, каждый день снимать два сториса. Представляете, в вашей жизни вы 30 минут уделяете этому, ну ладно, со всеми делами, с плохими дублями, вы будете занимать 2-3 минуты в день. И как мир вокруг вас изменится? Во-первых, ваши друзья, если ваш закрытый аккаунт, во-первых, друзья вам скажут, что с тобой случилось, ты активно стал, спасибо за эту информацию, это круто. То есть вы уже заметите эту информацию, то есть какое-то изменение. То есть вы изменения заметили по отзыву, правильно? Вы по ощущениям не чувствуете, ну то есть не ждите, что вы сказали, и вы уже почувствовали, что произошло изменение. Вы записали один сторис, и пошло изменение. Нет, это все совокупность. И кто прошел этот мастер-класс до конца, тот не того на самом деле весит нынешняя ситуация, в какой он находится, то есть он хочет что-то поменять. И кто дошел до конца, тот ценит, ну по большому счету, время, и он понимает, что время – это наша инвестиция. Если мы сейчас не получим какую-то информацию, мы не сможем воспользоваться. То есть мы можем, то же самое, как и наставники. Я говорю, вы можете делать сами, вы можете учиться на велосипеде кататься самому, но вы будете получать ссадины. Но если вам скажут, что надо, оказывается, крутить педали, то у вас обучение пойдет быстрее. И те люди, кто не хочет, ну, то есть не обманывает себя и не оставляет это на потом. Те люди, кто сейчас с нами здесь собрались, не обманывайте себя. Меня вы можете обмануть, но себя не обманывайте, самое главное. Выполните эти задания, и через неделю вы почувствуете результат. Я вам гарантирую. Давайте блок, последний блок вопросов. Задавайте вопросы, может быть, еще какие-то вопросы у вас есть, может быть, что-то я упустил, и мы уже поговорим с вами точечно. Если нет вопросов, то можно уже, в принципе, и завершать. Я еще раз проверю, возможно, вы что-то отправили. Если нет вопросов, кто-то пишет. Ждем. Окей. Я сейчас уже проверю. Давай. 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 тебе наш stories из душам б я ребят не нашел stories вы если меня не ответили я не смогу вас найти напишите как вас найти либо отметьте меня мне ничего не проходил либо что-то происходит со связью либо либо я не знаю я очень брак предвкушение хочу посмотреть ваши stories и но у меня не получается два человека который вообще не любят сел я понимаю я знаю что это есть огромная проблема снимать себя но поверьте мне сейчас об этом избежать то есть что ну давайте так да что произойдет вот с вами просто проанализируем что произойдет если я сниму stories обо мне узнают где я нахожусь мои родные допустим либо обо мне узнает что я сейчас сделаю в итоге что произойдет и скажет а я я и ты говорил что ты там а сам находишься там ну блин я живу свою жизнь как бы мне проживать и самому причем причем тут где я сейчас выдумываю я не знаю как какая конкретно у вас проблема да то есть я стараюсь понять и хочу проговорить что произойдет после того как вы сниметесь сразу этом instagram не напишет скажу о господи они вышли на связь давайте все закрываем инстаграм и либо нет они очень видят для ними гимни и либо не у них фактура лица не подходит для инстаграма ничего не произойдет вы продолжите лишь дальше жить и этот stories через двадцать четыре дня что с что самого через двадцать четыре часа вас stories удалиться и большего никто не видит вот почему stories сама крутая вещь то есть если вы вообще стеснялись через двадцать четыре часа потерпите двадцать четыре часа само удалиться так опять таки смотрите у меня есть свои изъяны то есть физические изъяны но наверняка вы их не замечаете вы замечаете то что волнует вас вот допустим вы одеваете какую-то там старую куртку допустим да вы ходите на улице вы думаете все смотрят на мою куртку на самом деле я выхожу с дрявыми носками и думаю о своих носках когда я смотрю на вас я думаю главное чтобы он не понял что я в дрявых носках то же самое он думает про свою куртку понимаете о чем я говорю то же самое про ваши щеки я бы например ваши щеки не заметил бы если бы вы мне не сказали бы да я уже начну там обращать внимание или что и потом привыкну к этому потому что не я с таким изъяном то есть я больше переживает за свой зуб который может быть торчит за свой один глаз который больше другого то есть я переживаю больше за себя вот поверьте девяносто девять процентов люди переживают за себя не за вас вы можете снимать закрытым глазом и половина не обратят на это внимание кто-то из родных конечно с каждым скажется это проверка связи ничего страшного так вопросы пошли это мне радует оживились немного я не хочу чтобы меня видели но если вы не хотите что вас видели это ваш выбор и это нормально но если вы хотите стать медийным то тогда здесь чуть-чуть идет как бы логичная логическая часть немного обрывается понимаете до чтобы вырубить дерево вам нужен начале вам нужно найти это дерево во первых то есть вы же не каждый дерево будет рубить а которую уже высох что до допустим и которые мешают и вы должны понимаю что если он свалится то ничего не разрушит следующее что вам нужно сварить чтобы свалить дерево Вам нужен топор, либо вам нужна бензопила. А как свалить дерево, ничего не делая. Понимаете, да, вот этот момент. То же самое, чтобы стать медийным, вам нужны инструменты. Инструменты топорные. Ну, на данном примере это социальная сеть. Понимаете, да, то есть вам нужен инструмент, через какой, через который вы сможете стать медийным. Дальше. Единственный минус у меня еще, окей. Ну, мы проговорили с вами. Страх быть осмеянным. Тоже. Смотрите, как прорабатывать этот момент. Когда вот такой вопрос вам всем. Когда вы приходите на фильм или вы пришли на этот мастер-класс, что вы от этого мастер-класса ждали? Давайте так. Напишите, пожалуйста, что вы ждали от этого мастер-класса и почему вы сидите до конца. Напишите, пожалуйста, я сейчас вам пример приведу, почему я задал этот вопрос. Я отвечу на вопрос «Страх быть осмеянным». Так, давайте еще раз зайдем к вам. Паха, привет из Душанбе. Вот смотрю тебя в IWPR. Это мы. Всем привет. Мы учимся бороться со страхами во время выступления. Так, что я могу сказать? Какие щеки? Где щеки? Я не вижу. Вы знаете, что такое щеки? Щеки – это что-то другое. Понимаете? У вас нету как бы проблем с щеками. То есть это вы уже там, может быть, у вас идеал лица, чуть-чуть другое. Ну, на самом деле, для меня вы очень даже симпатичная девушка. Главное, чтобы этот вебинар не смотрела моя жена. Понимаете, да, о чем я говорю? Что ничего страшного, не удаляйте. Не удаляйте это видео и откройте, пожалуйста, буквально на неделю ваш инстаграм. Если вы хотите бороться, если вы реально хотите бороться, вот просто поверьте мне, вот что случится, пусть буду виноват я, окей, откройте свой инстаграм, не закрывайте его, неделю пишите stories, у вас отлично это получается. У вас подруга, которая что-то вместе может поддержать друг друга, у вас в инстаграме, у нее в инстаграме. Пробуйте, это хороший шаг. Так, дальше вы ответили на мой вопрос? Нет, да, окей. Я сейчас скажу страх быть осмеянным. Смотрите, я веду этот мастер-класс, да, и вы смотрите этот мастер-класс, но вы пришли на этот мастер-класс, зная, что вы получите какую-то ценную информацию. То есть, вы были бы камикадзе, если вы пришли на этот мастер-класс, зная, что вы получите нужную информацию вам. То есть, зачем вам это надо? Ну, то же самое, на фильм вы пришли и будете хайить его, типа, ой, зачем мне этот фильм, то есть, уже с таким настроением. То есть, я не уверен, что многие люди будут делать так. Так, для чего я это вам говорю? Вот вы сняли, например, свой сториз. В первую очередь, вы, интересно, не попадете, да, в самом начале, потому что вы не активны. Вы попадете в ленту ваших друзей. Друзья на вас посмотрят, друзья, которые подписались на вас, они, значит, вас любят, вы нравитесь, у вас есть какая-то симпатия, вы друг друга поддерживаете, и они посмотрят на вас, скажут, блин, молодец. То есть, поверьте мне, даже вот Бегаим, я ей тоже говорил так, поверьте мне, что будет вначале поддержка, то есть, близких людей. Они напишут, а когда ты попадешь уже в топ, попадут хейтеры. Это чуть другая тема, да, об этом сегодня говорить не будем. Вам этого бояться не надо. Вначале вас поддержат только ваши родные, друзья, близкие, знакомые. Скажут, ну, круто, ты активно очень полезную информацию говоришь. Так что не бойтесь быть осмейным. А кто там, ну, то есть, а кто будет смеяться, или еще что-то, вы можете просто его заблочить. Такого будет, ну, единица, или там один, два, три человека, максимум из тысячи. Если у вас там 100 подписчиков, то, поверьте, из них навряд ли будет. Это самые близкие друзья ваши, родные. Так, дальше поехали. Потому что инстаблогеры все прям идеальны, классны. Вы серьезно? Вы серьезно? Блогеры все некрасивые. Я вам покажу таких людей, что вам захочется, ну, вам станет плохо. Но эти люди очень медийные. То есть, если судить по красоте, возможно, они где-то уступают, да, но по контенту они не уступают. То есть, опять-таки, я говорю, что сейчас мир инстаграм... Ну, то есть, смотрите, давайте разделять. Инстаграм, Ютуб, да? Инстаграм – это красивая жизнь, да? Ютуб – это жизнь. То есть, там, если ты будешь показывать какое-то крутое туда-сюда, я же опять говорю, что ты почувствуешь это. Потому что пять минут врать человеку невозможно, а блог длится там минимум 2-3 минуты. То есть, это самые маленькие блоги, да? А инстаграм – ты можешь, там, быть веселым минута, а потом всю жизнь, ну, то есть, 24 часа быть серым, да? Понимаете, о чем я говорю? Что от красоты это не зависит. Вот я себя считаю не идеальным, не мачо, не Брэд Питтом, но я снимаю, и у меня есть свои там поклонники, ну, в смысле поклонники? Люди, которые меня поддерживают, да? Я в Ютубе, кстати, вот недавно, кстати, у меня есть ученик, предприниматель, который я заставил снимать влоги, он сейчас снимает влоги, и он очень, ну, не то что популярный, у него там 5000 уже подписчиков, представляете? То есть, в Ютубе это чуть-чуть другая тема, чем инстаграм. У него уже 5000, 5000 людей, кто смотрит его и постоянно его поддерживает. И сейчас я захожу в Ютуб, сам учу, обучаю, я сейчас сам захожу туда, у меня сейчас почти там по тысяче только, да? То есть, ученик превзошел в учителе, это радует, что он не боится. Раньше он боялся там своим сотрудникам, у него своя компания, боялся перед ними выступать. Вы представляете, есть компания, и ты не можешь отчитать своего сотрудника, потому что он накосячил. Так, так что я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, что идеальным, красивым, это не та тема сейчас, сейчас нельзя бояться этого. Это раньше, когда был телек, там надо быть идеальным. То есть, все смотрят это. 90% людей смотрят телевизор, потому что нет другого выбора. Остальные 10, у них нет телевизора, понимаете, да? А сейчас никто не смотрит телевизор, сейчас каждый находит себе идеал. Допустим, вам, например, нравятся такие там ребята, либо такая информация. Вы смотрите, вы посмотрите, пожалуйста, на тех людей, на кого вы подписаны, вы будете понимать, что к ним надо стремиться, да? Тот контент, который они вам полезный дают. Я уверен, что навряд ли вы подписаны только на красивых людей. Но не бывает так, что все идеальные, там, красивые блогеры. Так, дальше. А ты обычный, как просто обычный. Если это применяют, то это да. Так, надо... Так, еще один инстаграм, давайте проверим. Так. Т worries. Так. 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 какой длинный инстаграм я сейчас пока напишу так я туда зашел нет не туда зашла надо было меня просто отметить чтобы быстрее это было нашел так я зашел вас инстаграм ну там я вас не увидим какое-то видео есть но я хочу чтобы вы себя сняли про себя скажите что всем привет всем привет и откуда вы этого в принципе будет достаточно конечно почему вы нет откройте и если вы хотите медийным стать то есть если вы спикер да если выступаете идете какую-то конференцию еще что-то у вас есть какая-то экспертность то вы должны быть открыты как о вас узнают другие которые хотят такую же эксперт что вы провели ну допустим все хотят выступать успешно но если бы я закрыл свой инстаграм вы сказали а кто такой то есть вы можете зайти ко мне инстаграм и сразу же там понять что человек медийный понятно то есть уже какое-то доверие у вас появится и то же самое здесь если вы не откройте то и вы очень крутой эксперт то доверие вам нужно будет зарабатывать заново так я понял вы про себя говорите что вы обычно на фоне других да ну если честно я же говорю что сейчас мир за простыми людьми час мир не за крутыми я например например да я интересуюсь бизнесами в бизнесе тоже есть люди которые медийные которые понимают что надо свой имидж прокачивать через социальные сети ведут влоги и есть такой как портняги да и сейчас немного идет перегиб раньше он показывал как он поднимался это было интересно а сейчас он показ какая там крутая жизнь какие дома квартиры все такое и это немного становится чуть пресно то есть ты не чувствуешь человеку ночь как будто бы просто хвастается кому нравится когда там человек хвастается там да понятно что раз-два то похвастаться по факту а потом уже дальше же не охота смотреть но например оскар хардман человек который ворвался буквально год назад youtube и покорил всех потому что он простой он бизнесмен он зарабатывает миллиарды но при этом он очень простой и с людьми он разговаривает на простом языке и делится с ними очень крутыми крутыми вещами вы понимаете да что не надо быть крутыми говорит что вот за моими плечами есть то или это это сама придет самом деле у вас есть если даже ничего нет вы заработаете это начиная с от таких простых вещей ну например да если вы меня не знаете скажите наверное стоит простой человек то есть я же перед вами говорю что вот меня столько-то учеников я проведу провожу мастер-класс если я так начинал бы говорить то вы бы наверное не смотрели бы этот мастер-класс так что будьте проще как говорится и люди к вам потянутся давайте еще последний блок вопросов если нету то принципе мы можем завершать еще подождем минутку если нет то мы будем заканчивать так еще один человек записал stories давайте глянем а и Диана, очень круто, прям молодец, Диана, я посмотрел ваш сторис, смотрите, какая у вас есть уникальная возможность сейчас, Динар, вы можете вести блог про семейную свою жизнь, и это будет интересно таким же домохозяйкам, кто-то сидит дома, смотрит такие же вебинары, будет возможно интересно, придумайте какую-то тему, с которой вы легко справляетесь, то есть каждый человек с определенным заданием как-то справляется по-своему, и вам то же самое, найдите, как вы делаете те же самые фрикадельки, да, допустим, снимите это в сторис, скажите, сейчас я вот это ложу, вот это ложу, вот это мне не нравится ложить, а вот это я больше ложу, и я уверен, что даже, возможно, ваша мама посмотрит или ваши родные посмотрят, скажут, прикольно, Динара, я тебе же по-другому учила, оказывается, еще и так можно сделать, и уже будет какой-то, смотрите, я сейчас, да, буквально сколько там, 5 минут уже узнал троих людей новых, то же самое будет происходить в вашей жизни, каждый день о вас будет кто-то узнавать, если вы хотите стать медийным, лучшим поваром, медийным поваром по фрикаделькам, то снимайте каждый день, 30 секунд совокупности, по два сториса, ваша жизнь состоит из 24 часов, вы понимаете, что в минуту, ну, что в часе есть 60 минут, что вы буквально даже минуту не тратите на это, записали, все, забыли, у вас там переживания, все, забыли, выкинули телефон и пошли делать свои дела, потому что будет происходить, пусть происходит, и когда вы остынете, вы придете и посмотрите, что какие-то отзывы были, вот такие, вау, прикольно, идем дальше, снимаем, снимаем, выбрасываем телефоны и убегаем дальше по своим делам. Все, я, а вот еще кто-то пишет последний, да, давайте ответим на вас вопрос и, наверное, завершать, потому что мне надо идти уже по делам. Я надеюсь, что этот мастер-класс вам помог, ответил я, постарался ответить на ваши вопросы, используя эту методику, я надеюсь, что в скором времени мы узнаем о вас и что вы будете говорить, что когда-то я, как и вы, прошла такой же мастер-класс и теперь звезда Ютуба. Я жду таких отзывов, это будет очень круто, всегда получаю удовольствие, когда у учеников, у моих есть какие-то результаты. Все, спасибо вам всем большое, ребят, я рад, что вы остались с нами до конца. Всем пока, ребят.